Лана Овсяникова, добро пожаловать в секс с Марией. Как ты себя чувствуешь? Привет! Я безумно рада снова здесь быть. Всё прекрасно, рада тебя видеть. Я очень хотела, чтобы ты была моей последней гостьей на подкасте, потому что мне часто говорят, что за последние 11 лет я стала для девушек подругой, их старшей сестрой, человеком, которым ты стала для меня, это и старшей сестрой, и женщиной, которая показала мне, как быть женщиной, и как быть достойной женщиной. И поэтому я сегодняшний подкаст хотела записать полностью на тему того, кто такая женщина, кто такая девочка, почему быть женщиной лучше. И вдохновила себя, собственно, твоими же словами. Вот несколько недель назад ты потрясающую историю записала, и я очень хочу тебе процитировать тебя же. Быть девочкой хорошо, быть женщиной лучше. Вырастайте в женщин. Мы все изначально девочки, в женщин надо вырасти психически. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, почему ты стала так глубоко уходить в эту тему? Я думаю, что эта тема, как и для многих женщин, которые живут на постсоветском пространстве в СНГ. У меня огромное количество клиентов в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане. И это женщины, которые дочери очень небезопасного и очень неэкологичного контекста. Это женщины, которые выросли в долге, это женщины, которые выросли в чувстве вины, женщины, которые выросли без безопасности и без опоры. Хотя ведь девочка, она формируется, когда есть безопасная среда. И если ты хочешь вырасти здоровую девочку, то ее надо всегда поддерживать и дать ей ощущение, что ты рядом, если что, ты всегда придешь на помощь. В мужчину надо верить. Не забирать у него силу, а вот верить. И тогда вырастет мужчина. Потому что если, например, растить мальчика и говорить ему, я сделаю, я завяжу и так далее, я помогу. Когда он не справляется с чем-то так говорить, то это вырастет инфантильный мальчик. Это не будет мужчина, это будет все еще мальчик. И точно так же девочка. Если девочке говорить, ты все можешь сама, надейся только на себя. У тебя есть все для того, чтобы... И то, если хорошо, если ей так говорят, что у тебя есть все для того, чтобы вырасти, и для того, чтобы всего в этой жизни добиться. Но ни на кого не надейся, ни на кого нельзя положиться. Это вырастет девочка, которая ни на кого надеяться не будет, никому доверять не будет. А ведь женская сила в том, чтобы как раз-таки брать у этого мира. Не завоевывать, не бороться. Женщине все дадут. Потому что наша сила в том, чтобы брать. Это не значит, что мы не должны реализовываться. Просто женская сила в другом. Женщина не воюет. А женщина, которая воюет с этим миром, это женщина напуганная. И это женщина, у которой есть огромное чувство долга и ощущение, что ее можно любить, только если она какая-либо. И это женщина с низким уровнем достоинства. Потому что достоинство — это когда я знаю, что я достойна любви и всего по праву рождения. Так вот, я такой девочкой не родилась. Я родилась девочкой, которую через вину, через долг мотивировали. Даже не мотивировали, а заставляли делать что-то. Я не росла там, где мне говорили, я всегда буду твоей опорой, я всегда рядом. Если что, приходи ко мне. Когда мне сломали нос несколько раз, потому что характер все-таки боевой, с детства был, я думаю, что еще из-за недостатка какого-то такого родительского, в принципе, за внимание приходилось бороться, и в том числе с миром. Так вот, когда мне сломали нос в третьем классе, в пятом классе, мне сказали, что разберись сама, потому что ты должна понимать, если ты сегодня это не сделаешь, не отстоишь себя, то ты вырастешь, а там никого не будет. А у меня с детства это никакой защиты, никакой поддержки не было. И я знаю огромное количество женщин. И хорошо, если тебе сказали, разберись сама. Это хоть как-то формирует характер. Это не даст тебе возможность строить теплые отношения, потому что они строятся иначе. Это не даст тебе возможность расслабиться в этом мире. Там, где нет расслабления, там будет контроль. Там, где нет доверия, там будет тревожность. Но это даст тебе хоть что-то, хоть какой-то пласт, на котором ты можешь двигаться в этой жизни. А большинству женщин в нашем постсоветском пространстве просто говорили, ты должна, ты родилась женщиной, ты уже виновата. Если брак там не сложился, то виновата ты. Ты должна, вот это чувство долга, вот это чувство вины, в какой-то мере оно у меня тоже было. И я резюмирую, я не была счастливой женщиной. Я смотрела на моих бабушек, которые работали, которые тащили тяжелые пакеты из магазинов. Я смотрела на свою маму. Я смотрела на мужчин своего рода, которые были талантливыми, одаренными, но при этом женщины не давали им как-то проявляться как мужчинам. Я понимала, что я так не хочу. И как ты сегодня сказала, на старых состояниях не построишь что-то нового. А где взять новое, если все примеры моих женщин по роду и все примеры, которые я видела в социуме, это мои школьные учителя, это мамы моих одноклассников и все, где я росла, если оно все такое. И при этом вдохновлялась, конечно же, женщинами, которых я видела по телевизору. Они были восхитительны, но вокруг меня их не было. И я решила, что я такой женщиной стану. Я очень сильно этого хотела, потому что им все хотели дать, и с ними хотелось быть. Не потому что они это выстрадали или заслужили, а потому что они просто женщины. Я хочу вернуться к детству. Все, что ты описывала, ты описала меня. Мне мама всю жизнь говорила, тебе никто не нужен, не рассчитывай ни на кого. Собирай как можно больше ключей, чтобы в будущем открывать как можно больше дверей. На мужчин ни за что не рассчитывай, потому что она мне всегда передавала отношения к мужчине, какое у нее было отношение к моему отцу. И ты, я знаю, тоже говоришь, какое у вас отношение к мужчинам. Это, скорее всего, какое отношение у вашей мамы было к вашему папе. И вы с этими программами потом живете. И у меня было то же самое. Я не уважала мужчин. Я не любила мужчин. Мне они были абсолютно неинтересны. И, собственно, поэтому я очень долгое время была очень независимой, очень сильной и очень одной. И очень контролирующей. Еще одна фраза, которая мне понравилась, что, по сути, есть либо расслабленное состояние, либо состояние контроля. И возвращаясь к этому, что нельзя на старых состояниях построить новое, я именно эту работу проделывала последние полтора года. Потому что я понимала, что, очевидно, что-то не работает в построении отношений. Очевидно, я где-то не там. И только начав работу с отпусканием контроля, а для этого нужно как раз безопасность иметь. И я стала обращать внимание, а мужчины, которые меня вообще окружают, они создают безопасность? Они вообще хоть что-то делают для того, чтобы я отпустила этот контроль и знала, что ничего плохого не случится? В общем, вся эта работа, она была как раз проделана мной в прошлом году. Но началось все с того, что я поняла для себя, что это, конечно, здорово. Я безумно благодарна своей маме, что она сделала из меня независимую женщину. Ну, потому что иначе я была бы амёбой. От всех бы зависела и ничего бы не построила. Но чтобы действительно перестать воевать с миром и, главное, получить вот эти отношения, мечты, в которых я нахожусь сейчас, нужно признать, что взращивали из меня не вот эту женщину в безопасности, а взращивали из меня вот этого воина, который нон-стоп борется с миром. Да. И знаешь, что парадоксально, но самые безопасные для... Ведь психика стремится к целостности, но к целостности не в красоте этого слова, а к тем состояниям, к которым она привыкла. И самое целостное состояние для человека, который рос в небезопасной среде, в среде, где он должен контролировать мир. Например, девочка лежит на кровати уже какой-нибудь час ночи и из-за стены слышит крики, побои. И она в напряжении, она контролирует. Но это становится ее психически нормальным состоянием. Почему? Потому что гормоны вырабатываются в определенном количестве, и они будут вырабатываться именно так, именно в таком количестве, именно те. А для того, чтобы они могли вырабатываться, нужно подтянуть контекст. То есть мы, наша природа подстраивается под контекст, а потом мы под свою уже сформированную психическую и физическую природу подтягиваем контекст. Так вот, парадоксально, но если вы росли в чем-то таком не экологичном и в чем-то не очень безопасном, то наша психика будет стремиться вот эти все же пазлики, все же контексты собрать сегодня, послезавтра, через две недели и так далее. И при этом есть картинка счастливой женщины. Счастливая женщина, она какая? Она красивая. Почему она счастливая? Потому что ее возят первым классом, ее целуют, ей дарят подарки, с ней сильный мужчина идет за руку. И ты знаешь, я не знаю ни одной женщины, которая не хотела бы вот этот вот условно прообраз того самого мужчины из нашего коллективного женского бессознательного. Мы все хотим одного и того же. Но женщина, у которой с детства нет доверия мужчинам, желая найти сильного мужчину, всегда найдет себе психопата, тирана или абьюзера. Потому что сила со знаком минус, а если у женщины нет доверия, значит у нее нет и достоинства. И значит она не способна на силу со знаком плюс. Потому что сила со знаком плюс это достоинство, это защита, это давать, это покровительствовать. Сила со знаком минус, у нас же есть природа, у каждого человека, и у мужчины есть природа. У кого-то агрессивная природа, а у кого-то природа какого-нибудь исследователя, ботаника. Это две разные природы. Так вот сила, вот это вот мужская агрессия, мужчина, тестостероновый мужчина, агрессивный, со знаком минус, который тоже, будучи мальчиком, он формировался в небезопасном контексте, и тоже мы здесь одинаковые, будет такое в жизни создавать. Так вот у него это не защитить женщину, у него это не покровительствовать, у него это не дать женщине спокойствие, и в принципе не давать женщине, у него это бороться с женщиной. Особенно если у такого мужчины тоже есть какие-то обиды на маму, он будет бороться. Так вот девушка с низким достоинством, и девушка с низким уровнем доверия миру, а оно формируется из безопасности. И как раз из-за этого ощущения спать ночью можно, и расслабиться можно, и с мамой расслабиться можно, и с папой расслабиться можно, и завтра будет солнечный день, а если не солнечный, а пасмурный, то все равно потрясающий, потому что мама рядом, папа рядом, а с мамой и с папой любой день будет потрясающе, они это сделают для тебя. Вот этого вот чувства, если у девочки нет, то запрос «я хочу сильного мужчину» всегда притянет в себя агрессора или абьюзера, или тирана. Так что если вы хотите сильного мужчину рядом, то надо работать с достоинством и доверием. Так интересно, ты довольно много знаешь про муж-жизнь, но мы не то, что сильно в моё детство уходили, тем не менее, всё, что ты описываешь, оно всё про моё детство. Одно из самых травмирующих моих воспоминаний детства, которое выработало защитную реакцию, когда я ухожу в себя, когда кто-то рядом начинает ругаться, сейчас, наверное, такого уже точно нет, но в детстве, помню, это мне было лет 5-4-5, на кухне ругались моя мама и папа, ужасные крики, что, в принципе, я и так всю жизнь слышала. И я не выдержала, я побежала на кухню и на грани слёз попросила их, чтобы они перестали ругаться. И что случилось? Они шукнули меня и сказали, чтобы я не мешала, чтобы я не вмешивалась, чтобы я пошла в свою комнату. Я убежала в свою комнату, я закрылась, и я нашла всё вот это безопасное пространство внутри себя, просто чтобы выжить, чтобы сохранить себя. И с того дня, каждый раз, когда кто-то при мне ругался, я смогла настолько тренировать себя, чтобы белый шум включился. То есть я отключалась полностью, я отключала свой слух, и я уходила внутри себя. Я, ну, понимаю, что это, видимо, тоже всё оттуда, что никакого безопасного пространства не было. И я сейчас вспомнила одну фразу. Брали какое-то интервью просто на улице у проходящих людей, и у мужчины спросили о балансе как раз мужского и женского в отношениях, и он сказал, что он полностью содержит свою жену, и её, и детей, и такой у них баланс. И он сказал, что мужественность должна быть заслужена, а женственность должна быть защищена. Да, сто процентов. Безусловно. И более того, я ещё хочу сказать, что если вы хотите рядом сильную мужскую часть во внешнем, то сильная мужская часть должна быть внутри. Если вы хотите, чтобы у мужчины была сильная женская часть, а что такое сильная женская часть? Это эмпатия, это умение понимать, потому что есть тестостероновые мужики. Он тебя защитит сколько угодно, он тебе даст всё, что угодно, но он нихрена тебя не понимает, он тебя не поддержит, и как только ты к нему приходишь просто рассказать свои чувства и свои эмоции, у него будет напряжение, потому что очень мало вот этой инской энергии, очень мало женской энергии. Вот если хочется, чтобы мужчина был ещё и с красивой женской частью, это мужчина будет, он романтичный, мужчина будет способный довести до оргазма, дать удовольствие женщине, это уважение, это любовь к своей женской части внутри мужчины, потому что есть мужчина сильно мужским. Он вообще не понимает, что такое женское удовольствие, он вообще не понимает, что такое довести женщину до оргазма. Если хотите иметь рядом мужчину, который вас как женщину ещё и любит, поддерживает, понимает, и с которым ваша женская часть будет цвести и процветать, не детская, потому что детской нужна только безопасность, а женской нужно быть понятой, принятой. Женщина-мужчине партнёр, женщина-мужчине не ребёнок, который только вот безопасность дай, деньги дай, и всё, она будет счастлива. Безопасность дай, деньги дай, но она ни хрена не будет счастлива, если ты с ней не разговариваешь, её не понимаешь, её не доводишь до оргазма и так далее. Так вот это про женскую часть внутри женщины. Если вы себя как женщину взрастили, то рядом с вами не окажется вот этого вот мужчину, который не способен на проявление женских состояний. Ведь мы не только у мужчины мужское, у женщины женское, мы дуальны. И мужское, и женское в мужчине, и мужское, и женское в женщине. Хотите достойного мужчину рядом, уважайте мужчину внутри себя. Хотите, чтобы вас достойный мужчина, который рядом, уважал как женщину, уважайте женщину внутри себя. Ты произнесла одно слово, и я впервые слышу, чтобы ты его произнесла. И оно сейчас идеально подведёт нас вообще к понятию, что такое женская энергия. Ты произнесла слово иньское. Когда многие воротят себя, когда я говорю о таких понятиях, как мужская, женская энергия, хотя я стараюсь, знаешь, очень плавно вводить и говорить, что это в каждом из нас есть. Но если вам сейчас сложно воспринимать слова мужское, женское, потому что вы не можете отделить это от мужчина, женщина, есть ещё более старые слова, понятия, это инь-янь. Это свет, темнота, это холод, жар, это делать, отдохнуть. Вот это инь-янь. И это есть в каждом из нас. Лана, расскажи, пожалуйста, всем нам, что такое женская энергия и что такое мужская энергия. И у мужчины и женщины есть состояние разное, и по сути это баланс вот этих состояний. Если у женщины больше женских состояний, то её называют женщиной с явно проявленной женской энергией, а мужчину с явно проявленной мужской, если у него есть такие состояния, как опорность. Что это такое? Это мы идём в эзотерику, а там есть ещё понятие корневые чакры. Вот это самое первое, что даёт корневая чакра, это деньги, это ощущение базовой такой безопасности, это знание о том, что завтра наступит новый день, потому что кто-то боится, кто-то боится заболеть, кто-то боится умереть, у кого-то ипохондрия, у кого-то боясь летать. Так вот, если у вас проблемы с корневыми чакрами, то вы в принципе боитесь за то, что с вами, с вашей жизнью, с вашим телом что-то случится. Вы умрёте, вы заболеете, на вас кто-то нападёт. Вот это базовая безопасность, потому что есть безопасность сердечная, есть доверие миру, как я знаю, что ураган не разнесёт мой дом, я это чувствую, я в таком мире живу. При этом он может это сделать, но я не живу этими мыслями каждый день. Это мужское, это мужское и в женщине тоже, но девочка с этим не рождается. Девочке это даёт контекст, где она это видит и где она этим напитывается, а это мужское. Это ей дают безопасность, это ей дают защиту, это ей объясняют, как устроен мир и как, что, почему, почему сходит солнце, почему оно садится, почему дует ветер, как от этого ветра защищаться и, собственно говоря, что завтра будет новый день, вот условно. Так вот есть ещё безопасность сердечная, это доверие людям, доверие миру. Женщины, которые закрываются сердцем, а это, кстати, женская уже история, окситоцин это женский гормон, окситоцин это материнский гормон и это сердечный гормон, это сердечная связь. Он помогает женщине выстраивать контакт со своим ребёнком. Мужчине это не надо, мужчина ушёл на охоту, мужчины не было там три недели и эта женщина ему будет потом показывать вот это твой ребёнок, а он может и не поймёт вот этот мой ребёнок или вот этот мой ребёнок. Женское состояние это как раз эмпатия. Эмпатия нарушается, если нарушается вот эта сердечная безопасность, сердечная целостность, неспособность подпустить к себе человека, я не хочу тебя знать, я не хочу чувствовать твои чувства и эмоции, я не хочу, чтобы ты чувствовал и знал мои эмоции. Почему? Потому что закрылось сердце, потому что когда-то близкий человек сделал очень больно, или есть бессознательное убеждение, что люди небезопасны, и люди сделают очень больно на ментальном уровне, они не отрубят тебе руку, они тебя предадут, или они тебя оставят, или они тебя просят. Вот это женское доверие. Две разные истории. У женщин сердце, у мужчин ноги, у женщин сексуальность, это женское, это удовольствие, это чувственность, женское это я хочу, женское это мир мне любопытен, я не просто живу в нем и мне важна стабильность, и стабильность отвечает мужское, а вот это интерес к жизни, любопытство к жизни, чувственность в отношении этой жизни, это когда мир тебе надоедает и становится вот вроде сумка хорошая, но мне нужна другая, потому что сегодня новый день и вообще она розовая, и несмотря на то, что они одинаковые, но чуть-чуть другого оттенка. Это просексуальность, это лебедиозная энергия, это женская энергия, это материнская энергия, агрессия это мужская энергия, так вот сочетание мужских состояний это мужская энергия, сочетание женских это женская энергия, и то и то должно быть в балансе, потому что иначе невкусно, и вот когда ты говорила о том, что ты проявила мужское, ты подбежала к своим родителям и сказала перестаньте ругаться, что произошло в этот момент, по состояниям, какие состояния ты активировала и какие использовала, ты проявила смелость и мужество, и желание защитить, наверное, маму, и как-то проявить силу, это мужское, далее, когда ты пришла в комнату и тебя отвергли, ты уже не переживала за них, ты почувствовала, что они по агрессии больше, что они сильнее, и скорее всего ты переживала вот эти вот эмоции и чувства отвергнутости, а вот это уже сердце, и как раз девушка, если она переживает чувства отвергнутости, она выбирает наполняться в одиночестве, она выбирает контакт с одиночеством, и если у девочки с детства есть какое-либо чувство отвергнутости, то есть она как женщина закрылась в своем женском состоянии, в своем сердечком, то она будет выстраивать отношения с одиночеством, ее сердце будет открываться наедине с самой собой, и ее сердце будет закрыто абсолютно от других мужчин, и есть женщины, у которых некрасивые контакты с мужчинами, есть женщины, у которых небезопасные контакты с мужчинами, но у них мужчин полно, а есть женщины, которые говорят, а вокруг меня никого нет, я не могу его подпустить близко, я в отношения не могу вступить по 10 лет, это женщина, у которой закрыто сердце. Впервые, когда я услышала фразу закрытое сердце, это было 18 лет, когда я в университете училась, совершенно началось все издалека, у меня схватила поясницу, и я тут же написала маме, говорю, мне срочно массажиста, и у нее была женщина, которая, как я потом узнала, она буддистка, она регулярно в Бутан приезжала к монахам, и, то есть она очень духовный еще при этом человек, и я к ней приезжаю, она меня не знает, я ее не знаю, я ей говорю, что болит поясница, я раздеваюсь, ложусь, она видит мои ожоги, видит, что у меня вот так вот плечи вперед, ну это я уж потом поняла, и ты мне рассказала, и первое, что она меня спрашивает, Лана, первое, какие у тебя отношения с отцом? Я такая, а? Поясница болит? И она говорит, ты не уважаешь мужчин в своей жизни? Я такая, знаешь, постепенно слезы начинают наваливаться, а я тогда как раз у меня начался развал отношений с моим отцом, она мне начала объяснять, что правая сторона, на которой у меня как раз все мои ожоги, это мужская сторона, и ты не уважаешь своих мужчин в жизни, и у тебя закрытое сердце, и я понятия не имела, что это значит. Сейчас я уже понимаю, спустя 10 лет, но тогда я не знала, и я, я тем не менее делала какие-то упражнения, которые она мне давала, но когда нет из этого объяснения, оно и не приводило никакому результату, то есть я просто так и оставалась быть очень обиженной на мир, и действительно, мой самый большой страх прямо до моих отношений сейчас, это был страх отвергнутости, и это тоже очень забавно, что ты свидетелем была начала моих отношений, и я помню, когда это был первые, по-моему, первые две недели моих отношений с моим парнем, я безумно боялась написать ему лишний раз, позвонить ему, не дай бог, проявить как-то чуть больше интереса, чем мне кажется достаточно, и я помню, мы с тобой утром болтаем, и я тебе последние там 30 минут о нём рассказываю, и как я влюблена, и как он мне нравится, и как я уже скучаю по нему, и тут он пишет, и я просто вываливаюсь из нашего зума, начинаю переживать, и он меня спросил, о чём ты думаешь, и я тебе сказала, что он написал, но я им ничего не ответила, и спустя где-то минут 5 ты мне говоришь, чего ты ему не отвечаешь, почему ты, почему ты вот тут столько мне эмоций показала, и ты сейчас, ты это просто сливаешь, и я говорю, что я боюсь, я безумно боюсь, я боюсь показаться какой-то слишком навязчивой, и ты сказал потрясающую фразу, ох уж эти люди с травматикой, и всё постепенно, постепенно, во-первых, я ему сказала о том, что у меня большой страх тебя потерять, у меня большой страх, что ты меня бросишь, что ты меня отвергнешь, потому что всё, что было в прошлом, это как раз и было, что меня отвергали, да потому что я таких мужчин выбирала, все мужчины, которых я выбирала до этого, это были мужчины недоступные, они не были в отношениях, они не были в браке, но они просто эмоционально были отключены сразу, сразу они были не готовы дать мне ни безопасность, ни любовь, поэтому, мне нравится, как наш сегодняшний эфир превратился в разбор и меня, и действительно мой путь из девочки в женщину. И прежде чем мы перейдём в эту часть, потому что ты действительно послужила огромным проводником в моё становление женщиной, я хочу вновь прочитать твою цитату из твоих сторис. Девочка входит в отношения, потому что ей нужен сильный человек рядом. Ей нужна опора. Она никого никуда не поведёт. Она не знает, зачем и вопросом таким не задаётся. Она хочет, чтобы вели её, чтобы любили её и создавали безопасное пространство для неё. Своё девочка будет брать истерикой и детской обидой. Женщина, зрелая в своём женском, всегда задаёт вопрос. А кто он? Куда идёт он? Совпадает ли его путь с моим? Сможем ли мы вместе прийти туда, куда надо мне? Женщина, зрелая в своём женском, будет направлять, вести и отстаивать свои взгляды. Женщина, зрелая в своём женском, постоянно держит руку на пульсе. Она включена в пространство. Она не девочка, которую куда-то ведут. Она идёт за руку. Лана, расскажи мне, пожалуйста, кто такая женщина, зрелая в своём женском? В принципе, ну, как я уже говорила изначально, что рождаемся-то мы детьми, и когда мы дети, нас ведут. Мы ничего не выбираем для себя. У нас есть детские способы влиять на мир, и они детские. Первое — это я хочу, второе — это манипуляция. Ну, тут уже изощрённость, кто на что гораст. Взрослый человек, он берёт. Взрослая женщина, она берёт. И более того, взрослая женщина, она знает, куда ей нужно и ведёт. Так вот, зрелая женщина, она знает, что ей нужно. Девочка, она ищет безопасность. Девочка ничего в этом мире дать себе сама не может. Не сумку, если она ей нравится, не игрушку какую-либо, не что-то большее. Надо сказать, что если вы, девочка, вам что-то большее не положено и не дадут, потому что владеть чем-то большим — это ответственность. И если вы таки думаете, что в мою жизнь придёт мужчина и даст мне там недвижимость, машины и так далее, это же такая часто инфантильная мечта женщины, выросшей телом, но не выросшей духом и своей психикой. так не даст. Почему? Потому что это ответственность. А ребёнок на ответственность не способен. Ребёнок даже не способен проконтролировать, там, не знаю, курицу в духовке, если его попросить, потому что он ребёнок. Так вот, девочка, она может хотеть, девочка, она способна на инфантильные истерики, девочка, она способна брать что-то манипуляциями, если, конечно же, поведутся. Только зрелый мужчина не поведётся. С чего вдруг зрелому мужчине, что ему делать с девочкой? Поэтому, кто это будет? Это будет либо покровитель папа, либо это будет мальчик. Хорошо, если мальчик, потому что с мальчиком можно ещё вырасти. С папой ты ни хрена ни в кого не вырастешь. Так и останешься девочкой. Женщина, она выбирает мужчину, у неё есть образ, у неё есть понимание, куда она идёт, у неё есть знание того, кто она, у неё есть сформированная агрессия, она берёт, она ничего не ждёт. И есть девочки, которые, а как заговорить, а как познакомиться, этой девочке. Женщина знает, как? Женщина знает, что делать, женщина не будет ждать. Если у женщины высокий уровень достоинства, то при всём, при том, что она знает, что делать и делает, она ещё и будет чувствовать, что только её и ждали, что ей здесь самое место, и вообще, что с человеком, к которому она соизволила прийти или подойти, или познакомиться, или как-то посмотреть, так это чудо у него случилось. Это лучшее, что могло с ним случиться, это высокое достоинство. Девочка будет ждать, пока ей что-то дадут, если ей что-то не дойдут, девочка будет обижаться. Женщина, она ведёт, женщина, она говорит, мне надо туда. Женщина, она способна вести мужчину туда, куда ей нужно. Что такое вести мужчину туда, куда ей нужно? Мы же в паре, мы вынуждены как-то взаимодействовать. Если у мужчины больше энергии, у мужчины больше власти, у мужчины больше влияния, то вы будете играть по его правилам. Если вы пара, здоровый контакт и союз мужчины и женщины это партнёрство. Это не значит, что делить счёт в ресторане не в этом смысле. Это значит, что ценят одинаково, мнение одинаково, ценно, слова одинаково услышаны, вот это вот значит партнёрство. Не я больше, а ты никто, а партнёрство. Мы с тобой одинаково ценные, одинаково значимые. Так вот, в партнёрских отношениях женщина не будет соглашаться на что-то, что неудобно ей, ну потому что она уже сформирована. Девочка потерпит, девочка скажет, ой, лишь бы мне его не потерять, он же мне так нравится, хотя бы лидерным причинам девочка не сформирована. Девочка боится потерять, потому что мужчина сопряжён не с любовью и с планами на будущее этого, женщина видит, что мужчина подходит, ей в картинку её будущего вписывается, если что-то её не устраивает, женщина будет разговаривать, женщина не будет терпеть что-то, что её не устраивает, девочка потерпит. Девочка в отношениях ищет безопасность, девочка в отношениях ищет сильного мужчину, который избавит её от её страданий. И, как я уже сказала, если найдёт себе хорошего папы, то она не вырастет. Если найдёт себе мальчик, то она не будет счастливой. Я желаю всем женщинам вырасти в женщин и найти себе мужчин. Но для этого надо иметь баланс мужского и женского внутри. потому что если у вас всё хорошо с женским, но с мужским так себе, то вы будете где-нибудь на Бали танцевать с длинной косой в длинной юбке, зарабатывать 30 тысяч рублей и ничего у этой жизни не возьмёте. Потому что деньги, достоинство, влияние, власть, хозяйская часть — это мужская энергия. Если вот девочки нет мужского, она женщиной не станет. Только с мужской энергией внутри можно стать мужскими состояниями, можно брать, можно отстаивать, можно вести. Если мне что-то не нравится, я способна проявить агрессию. Что это значит? Я аргументирую. Я не оставлю, я не буду терпеть дискомфорт. Я поверну его ещё раз к себе. У меня есть на это слова, у меня есть на это способность влиять. И я донесу свою мысль ещё раз. Если я пойму, что я в какой-то мере ошибаюсь и увижу, что что-то не сходится, я буду искать компромисс. И это про агрессию, это про силу. У девочки такой силы нет. Девочка будет соглашаться на что-то неудобное, потому что получает лишь вторичную выгоду в виде денег, например, который она взять не может. И хорошо, если ей их будут давать в виде безопасности, которой у неё нет и всего такого. Ты произнесла прекрасные слова. Деньги, достоинства. И сюда можно ещё добавить папа, потому что, во-первых, это то, над чем мы с тобой работали. Ты, я помню, где-то два года назад, ты слышишь, что у меня безумная тревога по отношению к деньгам, полный крах, опять же, по отношениям идёт, и ты сама сказала, что мне нужно проработать отца. Одна из вещей первых, которая ушла после нашей личной сессии, ушло желание искать папу в отношениях. До этого у меня вплоть в том, ну, то есть я могла ходить на свидание с 60-летним мужчиной, спокойно. Это достоинство, но затем помог вылечить отношения с деньгами и с отцом. Это твой проект «Деньги, отношения, достоинство, папа». Я никогда не могу запомнить правильную последовательность слов, но у тебя есть потрясающий проект, который я, я даже вчера его открыла вновь, просто переслушала. Можешь, пожалуйста, рассказать мне про этот проект? Какое видишь изменения у девушек, которые проходят этот проект? Да, проект «Папа, деньги, достоинство, отношения» это проект, где мы работаем с фигурой папы. Я хочу, чтобы вы не думали, что вот только папа, это про деньги, только папа, это про достоинство. Если у вас не было папы, значит, у вас и травматики с папой не было. Почему? Потому что папа – это взгляд мамы. В первую очередь девочка, которая растет с отцом, она формирует свое восприятие папы из тех контактов, которые у нее были с папой на 40% и на 60% из восприятия мамы и папы. Потому что даже в контактах, которые у нее с папой, она ведет себя как мама, потому что девочка абсолютно бессознательно идентифицирует себя с женщиной, с которой она находится в самом близком контакте, в самой тесной окситоциновой связи. Это, соответственно, чаще всего, в 90% случаев, наша мама. Так вот, мы смотрим на папу глазами мамы, и если у вас фигуры папы не было, если вы росли с мамой, это не значит, что у вас не было какого-то восприятия папы, и ребенок это считывает бессознательно. То есть, редко какая мама садилась и проводила беседы о том, что твой папа урод, и так далее. Вы просто считывали ее отношения, вы просто считывали ее мысли, ребенку не надо ничего рассказывать. Он сам считает все, он сам скопирует, он все повторит. это интуитивное касание, это интуитивное восприятие информации. Так вот, у папы был какой-то взгляд на себя, у папы был какой-то взгляд на деньги, у папы был какой-то взгляд на свое проявление в этот мир, а проявление в мир всегда сопряжено с нашей творческой частью, это мужское тоже, проявленностью и с агрессией. И более того, почему это так важно, и почему все-таки, когда мы говорим деньги, достоинство отношений, на 70% это речь идет о мужской фигуре, о папе, с которой ребенок рос или был просто в бессознательном контакте. Почему? Потому что женщина в коллективном бессознательном это ищет всегда в мужчине. И с покоен веков, еще с тех времен, когда наши с вами предки выходили в пещеру, не было там женщин, не было женщин, которые охотятся на мамонтов, женщины собирательства, женщины воспитания детей, не было мужчины, способного вскормить ребенка грудью, поэтому как-то поделились, кто что мог, так и поделились. И так и пошло. Это ищется в мужчине. И если мама проявляет агрессию, если у мамы жесткие яйца и большая мужская энергия, это может вообще не отразиться или отразиться слабо, потому что достоинство отношения к деньгам, уверенность, отношение к себе в отношении, там, уверенности и того, как ты можешь в мир проявляться, все равно ожидается от мужчины. И ребенок считывает себя, есть понятие самость, есть понятие эго из Фрейда, из психоанализа, есть понятие самость, эго это то, что мы знаем о себе, это я женщина, я психолог, еще немножечко пафоса, которое можно накинуть, знаете, как хорошая самопрезентация. Самость это несколько другое, это наше бессознательное ощущение себя. У меня есть девушки, которые, ну, в терапии, которые ходят по подиуму в Милане, они безумно красивые, к ним подошли и сказали, слушай, ну, мы не можем тебя упустить, эта красота должна ходить по подиуму, они не могут позволить себе достойное отношение от мужчин, они не могут зайти в бутик брендовый, хотя они эти шмотки надевают, и они идут по подиуму в них, но они не могут из этого ощущения я дочь алкоголика вырасти, у меня есть девушки, у них миллиардные компании, миллиардные компании у девушек, они не могут позволить мужчине себе там что-то подарить или себе что-то купить, они не могут поверить в мысль, что есть сильные мужчины, и это девушки тоже, у которых таких мужчин не было, у них нет вот этого достоинства, потому что у них слабый папа, они его таким видели, они его таким запомнили, самость у них я дочь слабого отца, эго у них расскажет, я там выхожу по подиуму в Милане, у меня миллиарды, я хороший руководитель и так далее, самооценка строится самостью, так вот это про папу, деньги, достоинства, отношения, это про папу, и вот проект, он весь посвящен вашему опыту с папой, и я веду по безопасности, по достоинству, по денежным выборам, по денежным программам, это супермощный проект, и у меня огромное количество девушек его прошли, мои подруги проходят эти проекты, у меня половина подруг вошли в отношения, после этого проекта. Я сама в восторге, я сама прошла, и бум, я сама сейчас в отношениях, и я буквально говорила кому-то вчера, подписчице, у меня вчера были звонки, я им говорила, что я впервые вижу отношения, в которых бы я хотела быть, я росла за все там двадцать первые восемь лет своей жизни, я не видела ни одни отношения, в которых я хотела бы быть, ни одни, и мне безумно радостно, что я сама для себя стала примером, и поэтому я с такой радостью сейчас об этом говорю, и поэтому это стало таким лейтмотивом и в моем подкасте, и на ютюбе, просто в интернет-пространстве, потому что я помню, я большую часть своей жизни прожила вот в этом состоянии, что я на всех обижена, я безумно боюсь близости, я ее очень хочу, но я боюсь, и я безумно рада, что я из этого вышла, и что сейчас я нахожусь в спокойствии и в расслабленности, нежели в постоянной борьбе. Да, ты знаешь, просто вчера тоже со своим мужчиной говорила про отношения, я тоже считаю, что я нахожусь в отношениях просто показательных, ну, в которых, да, я тоже таких не видела, и в том числе, потому что там, где я росла, не было женщин с сильным мужским внутри, не было женщин с доверием к мужчинам, не было женщин, уважающих себя, как женщин с достоинствами и так далее, так вот, отношения крутые, отношения ко мне просто потрясающие, любовь, ну, это то, чего я желаю каждой девушке, я тебя в этом прекрасно понимаю, и как раз вчера своей мужчиной говорила о том, что статистика показывает, что-то там 80 процентов или 90 сейчас у нас разводы, еще какой-то там 30 процентов из тех, кто остались в долгих отношениях, если не больше, признаются, что они несчастливы, и это же тоже как раз про мужское и женское, я ему на этот момент сказала, что это статистика говна, почему, потому что как отношения строить крепкими, мы сформированы уже какими-либо, мы не можем совпадать, как идеальный пазл, это идеализация, но если я выбираю промолчать, подавить себя, потому что нет агрессии, если случается какое-то недопонимание, и как большинство уходит, потому что у них и сердце закрыто, они боятся конфликтов, они боятся, что их ранят, они боятся услышать чужое мнение, они боятся соприкоснуться в чужом мнении, чужими глазами, со своей собственной неидеальностью, что выбирает большинство, первое, это подавить себе злость и агрессию, как сублимировать злость и агрессию, если она подавилась, ну, например, пойти там изменить, пожаловаться подруге, поныть, сказать, какой он урод, и вроде агрессия слилась, но выводы были сделаны, отдаление произошло, что произойдет, если не договорить, а ведь договорить это не только про сформировать какое-то свое мнение о том, как оно должно быть, это же еще про донести, это про агрессию, опять же, это опять же про мужское, большое количество парк выбирают разойтись, уснуть, и как будто завтра наступит новый день, и оно пройдет, они восстановят там ресурс, но это говорит о большой травматике, о неумении строить близости, если хочется реально классных отношений, как у тебя, как у меня, я считаю, то нужно в себе возрастить умение самовыражаться, умение чувствовать, что нравится тебе, это женское, умение выражать агрессию, умение отстоять свое, потому что мы не можем идеально совпадать, но мы будем счастливы, если мы будем удовлетворены, в своем, и при этом не притеснять другого человека, это все большая работа, но в первую очередь над собой, здоровый человек, знающий себя, у которого баланс мужским и женским, внутри самого себя, в такие отношения войти может, женщина, у которой дисбаланс мужского и женского, она там никогда не была, никогда не была, я говорю про систему женскую в том числе, ни ее бабушка там не была, ни ее мама там не была, и она, если не поработает с этим, она там никогда не окажется, потому что на старых состояниях нового не построишь. У нас есть с тобой пересекающаяся черта в отношениях, в твоих и моих отношениях, и я считаю, что это то, что делает наши союзы крепкими, и я считаю, это самая большая ошибка, неименее этого, это самая большая ошибка в отношениях. У нас есть золотое правило никогда не закрываться, никогда не молчать. И если что-то зафонило одного человека, что-то забеспокоило, какой-то малейший просто вирус появился, даже тебе могло что-то показаться, сразу сказать, сразу об этом сказать, и это то, что мы выработали чуть ли не в первый же день, и это то, что я прям чувствую, как это каждый раз укрепляет. Ты никогда не знаешь, в какой момент что-то может ударить в какую-то старую травматику, в какую-то старую неуверенность, но самое потрясающее, что я заметила, можем сделать, это, во-первых, создать безопасное пространство друг для друга, что мы знаем, что мы можем прийти друг к другу, мы можем это сказать, и другой человек выслушает. Выслушает и услышает, и не начнет гаслайтить тебя, не начнет говорить, что да нет, ты не должен так себя чувствовать, не-нет, ты можешь, ты чувствуешь себя, можешь как ты хочешь, и если какое-то поведение для тебя неприемлемо, я тебя выслушаю, и я это исправлю. ты знаешь, ты знаешь, есть еще такое правило, что отношения строятся на контакте двух внутренних детей, и ты говоришь, я помню, что мы как раз говорили, да, про вот это золотое правило, и ты сказала, что это в том числе была в ваших отношениях инициатива мужчины. Да. Он сказал. И ведь это про мужскую зрелость, потому что если мужчина внутренне чувствует себя маленьким, униженным, травмированным мальчиком, знающим, что его чувства никогда не примут и не поймут, он способен на истерику, его детская часть травмирована. А если вы хотите рядом иметь зрелого мужчину, то нужно зрелостью женской до такого мужчины дорасти, потому что зрелый мужчина инфантильные детские истерики терпеть не будет. Мой мужчина я периодически ловлю в некоторых контактах, мы же живем длинная жизнь, разные эпизоды, события, глотая воздух. Знаешь, типа... И он говорит, я вижу твои мысли. Я вижу твои мысли. Выдыхаю, да, и начинаю говорить. И я точно так же делаю, потому что мы зрелые, но это не значит, что нас невозможно задеть, и что мы супер вообще неуязвимые. Это не про это. Это про вот эту вот осознанность. Но ребенок на эту осознанность не способен. Ко мне приходят девочки на консультацию, которые говорят, я условно не делаю для себя ничего, но когда рядом появляется мужчина, я активируюсь и в спорте, и в чем-то еще, и в красоте. А когда рядом мужчины нет, то я там и волосы могу не мыть. Но такая женщина не будет никогда созрелым, достойным. Он ее не выберет, потому что мужчина, способный тебя услышать и воспринять, все равно ему нахрен не нужно слышать и воспринимать детскую истерику и травматику. Ты меня не любишь, и виноват ты, и я, и вот это. Никаких решений женщина не предлагает, точки B не видит. Это просто излияние травматики. А если вы травмированы, унижены, больны, обижены, то вы всегда будете находить повод травмироваться, унизиться, находить что-то, где вас обижают. Так вот зрелый мужчина, если он и способен на разговор, он все равно не захочет постоянно мусолить ваши вот эти вот вязкие травмы и так далее. Ему нужна зрелая женщина. Что ты видишь, женщины часто отрицают в себе. В частности, когда они видят тебя и входят в твое поле. Особенно, когда ты в розовом платье проходишь мимо. Да, в розовом платье, это мое коронное. Розовые женщины на каблуках держат планету слева, чтобы она как шар не укатилась вправо. Униженность. Если женщина внутренне считает себя не женщиной, недостойной внимания, недостойной любви, если женщина внутри забита, то рядом с женщиной, у которой женственность проявлена, а я себя как женщину люблю, я себя как женщину холю, лелею, я себе постоянно что-то как женщине даю. Вопрос, я удовлетворена как женщина, и что чувствует сегодня моя женская часть? Он меня волнует каждый день, я каждый день его себе задаю. Я выстраиваю такие контексты не только в отношениях с собой и миром, а в отношениях с пространством, которое вокруг меня, в отношениях с людьми. Я удовлетворяю потребности себя как женщины. Что это значит? Это значит, что, например, сидя с мужчиной в ресторане, я говорю, любимый, положи мне, пожалуйста. Вот так. Машина приехала, я сижу и жду. Я не открываю себе дверь сама, я знаю, что я женщина, я напоминаю миру, что я женщина. Я сижу и мужчина или водитель подходит, открывает мне дверь. Я жду, пока мне снимут пальто. Я всегда заявляю миру о том, что я женщина, я об этом никогда не забываю. Так вот, я свою женскую часть люблю. Если женщина к себе такого не испытывает, если женщина внутри женщины унижена, обижена, травмирована, раздражена, давно не получала внимания и давно не получала должного, деликатного отношения, то такая женщина будет унижаться рядом со мной. Но, опять же, не всегда. Она может конкурировать, она может вдохновляться, она может вспомнить в какой-то момент, что я же тоже так хочу. Вот живой пример. Но это если есть какие-то красивые человеческие качества. Если женственность не под запретом полностью, потому что если женственность у женщины полностью под запретом, то она будет только унижаться, только конкурировать, и ей нужно будет победить. Ей нужно будет чем-то доказать, что-то во мне такое найти, что это не женщина. Она лукавит по таким-то, 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 таким-то причинам. И вот она найдет почему-то и плохая, и успокоится, потому что она все равно со своей женщиной внутренней, которая под запретом, ну, ничего сделать не может. Там нужна хорошая терапевтическая работа, работа над собой. Я хочу отпустить всех сегодня с советами по любви к себе, потому что это был мой главный путь последних двух лет, и то, что я очень хотела искренне прочувствовать и закрепить действиями каждый день. Как ты проявляешь любовь к себе каждый день? Я никогда не делаю то, чего я не хочу. Подожди, это подтверждается тем, что это, по-моему, пятый раз, когда мы пытаемся записать, и мы записали, и это потрясающе. У нас сначала, по-моему, три раза переносилась запись, потому что ты мне писала в последний момент, что не чувствую, не в состоянии... Ну, чаще всего, что я не чувствую, что я тебе сейчас дам себя на сто процентов, и я всегда это уважаю, и я всегда говорю, окей, принято, всё, в другой раз, потому что я понимаю, что, окей, пошло не по плану, но когда что-то идёт, всегда по плану, но я понимаю, что ты сейчас нам обеим сделала лучше, и ты себя не насилуешь, и я понимаю, что у меня будет лучший продукт, когда ты придёшь ко мне в состоянии. И вот у нас эта вторая запись, на первой записи звук полузаписался, картинка была куда хуже, чем сейчас, и я тебе безумно благодарна, что ты и сняла студию, и после отпуска была честна и с собой, и со мной, и со своей женщиной, и своим состоянием, и ты пришла тогда, когда ты знала, ты сможешь себя на сто двадцать процентов дать. Да, ты знаешь, у меня был такой момент, запись подкаста была тоже с другим спикером, это было в Алматы, я тоже прихожу, я туда специально прилетела, я прихожу, и я говорю, я после перелёта, плюс часовые пояса, я не в ресурсе, пойдёмте поедим. А она сняла студию, а у неё там съёмочная группа, и она говорит, сейчас я тогда тут что-то сама запишу, и она начинает, начинает искать, как бы ей нет такого хода мышления, и ладно, в общем, ничего не получается, все заняты, она говорит, ну пойдём есть, и она говорит, я оболтела, ну я была так вдохновлена, и потом проходит какое-то время, и я собираю тренинг в Алматы, и эта же женщина пригласила туда много своих, своих подруг, своих клиенток, своих знакомых, и она говорит, я так боялась до последнего, что вы скажете, что вы не в ресурсе, и перенесёте весь тренинг, там 20 человек вроде, и потому что я правда, я могу, а что я могу дать, если я не в ресурсе, и я тоже как специалист, могу сказать, что это такая мысль, мысль, о которой не думает клиент психолога, я психолог, напоминаю ещё раз, не только женщина, 5 человек, 5 клиентов в день, пропускает через себя, работа психологом, это полная, стопроцентная концентрация, на час, на полтора часа, сколько длится сессия, полная, стопроцентная, какой бы ресурсный человек ни был, ему надо где-то подпитываться ресурсом, и у нас внимание не безграничное, внимание это наша энергия, это наш ресурс, так вот, если вы ходите к психологу, который 5 клиентов в день принимает, он будет, одному он даст, который утром, второму он может быть там даст, остальных он будет на вашей же энергии, что это значит? Это значит, что подпитываться от вас, это может быть не экологично, так вот, если я не в ресурсе, как женщина, как друг, как товарищ, как спикер, как кто угодно, нужно понимать, что у меня нет энергии что-то дать, и я буду ее брать у того, с кем я в контакте, это всегда так работает, и я часто очень вижу, что женщины, у которых есть такой паттерн, отдавать всю себя, потому что есть долг, есть вина, страдания, это чуть ли не культ, если ты собой жертвуешь, значит, ты хороший человек, рядом с ними всегда есть кто-то, кто истощен, из кого эту энергию пьют, это супер, не экологично, так что у меня, да, у меня правило, я никому ничего не даю, если я не в ресурсе, очень-очень редко, когда я это делаю, и в каких-то супер таких ситуациях, когда вот прям надо что-то выстоять, остальное это про мою честность с собой, и про честность с миром, я всегда чувствую, и задаюсь вопросом, а что я хочу, потому что если я очень давно не удовлетворяла свои желания, то нужно понимать, что я скоро стану истощенной, нересурсной женщиной, я всегда задаюсь вопросом, а что я хочу как женщина, не как просто, как условно человек, а что хочет женщина внутри меня, и это могут быть абсолютно разные истории, иногда она хочет стабильности, и тогда я начинаю бегать по утрам, меняя свой график, это очень так лаконично встроено в жизнь, а иногда она хочет этого не делать, иногда я просыпаюсь, и я понимаю, что я хочу вот полдня посвятить себе, и просто наполняться от какого-нибудь лежания на кровати, и вкусной еды, которую я себе не позволяю есть, потому что она вкусная, часто вредит фигуре. Давай финальное наставление всем женщинам, что они могут сделать для себя сегодня, что они могут сделать для себя в течение недели, и что они могут сделать для себя в этом году. Хорошо, что могут сделать для себя сегодня, это задать вопрос, как я себя чувствую как женщина, и что хочет женщина внутри меня, и ответить на него честно, что не устраивает женщину внутри меня или что в моем пространстве, в моем окружении доставляет женщине внутри меня максимальный дискомфорт. Вот это прямо сегодня. Сделайте и уберите это нахрен. Или трансформируйте это. Это не сделает вас счастливыми. Что можно сделать в течение недели, да, ты спросила. Задать себе вопрос, что чувствует еще и мужчина внутри меня. И трансформировать свое пространство так, чтобы и мужчина внутри вас был удовлетворен этим пространством, контактами с людьми, вашим графиком, вашим отношением к себе. Потому что женщина, которая терпит унижения, женщина, которая терпит оскорбления, женщина, которая терпит недостойные отношения, она не только женщину внутри себя унижает. Она еще и мужскую свою часть ставит в очень некрасивое положение. Трансформируйте это, задав всего два вопроса. И на это реально уйдет неделя максимум. А далее, что можно сделать в этом году, это, конечно же, пройти мой следующий проект, который так и будет называться. Это ты очень ловко заметила в моих сториз. Вот это название «Быть девочкой. Хорошо. Быть женщиной. Лучше». Этот проект будет называться «Быть женщиной». Четыре темы я буду очень глубоко распаковывать. Это тема сексуальности и отношения с телом. Первое. Фундаментальное. Очень важное, особенно для тех, кто терпел небезопасность за свою жизнь. Кого могли ударить, кого могли трогать. И кого могли просто за его тело как-то завинить, пристыдить за прикосновение к своему телу. Табуировать тело, табуировать органы, грудь. Как это делается? Опять же, стыдом, виной. Если девочки говорят, что у тебя там что-то, грудь, на это смотрят, на это обращают внимание. Вес, лишний вес. Есть девочки, которые были полненькие в детстве. Их настолько загнобили, что они до сих пор чувствуют себя полненькими. Хотя, глядя в зеркало, они вовсе этого не видят. Ну, никто это не видит, а они чувствуют себя и так себя видят. То есть это про отношения со своим телом и про отношения со своей сексуальностью. То есть женщина, которая не кайфует от себя, женщина, которая не умеет чувствовать какие-то свои органы, потому что они заблокированы, у которой нарушен контакт с телом, она не будет кончать. Она не будет подпускать к себе, она не будет привлекательной. Она может быть веселой, она может быть шутницей, она может быть душой компании, но она не будет пахнуть сексом. Следующая тема, которая там будет распакована, это, конечно же, ресурс. Это ваша энергия. Есть понятие «ресурсная женщина». Мне кажется, красиво и говорит само за себя, как быть в этом мире ресурсной женщиной. И это не какие-то КПТ-штуки. Я работаю глубоко, для меня мир не в двух плоскостях. Не нравится так, сделай вот так. Для меня мир чуть глубже. Ты делаешь так, потому что внутри тебя есть какая-то программа, установка или боль. То есть это глубокая психотерапевтическая работа. И вся работа, которую я даю на проектах, она всегда дает очень-очень мощные плоды. Следующее, это, конечно, женские родовые сценарии, терапия женственности. Это еще один вебинар. Это работа со своей женской частью. Да, и, конечно же, следующая тема — это терапия мамы. Потому что мы все из матери. Мы все созданы матерью и не только в прямом смысле, не только вскормлены. Мы являемся носителями ее ДНК, ее чувств, ее состояния, ее взглядов, ее выборов. И мама — это доминанта для любой девочки. И если вы не хотите проживать сценарий мамы, то сепарация от мамы. Проект будет состоять из четырех вебинаров, где я буду давать глубокие техники по работе над собой. И я рекомендую вам сделать это в этом году. Приходите ко мне на проект. Лана, где тебя еще можно найти? В инстаграме. Лана, нижнее подчеркивание. Про нижнее подчеркивание — это Арсенникова Светлана. Меня зовут. Ты — телеграм-канал. Наедине о важном. Лана, спасибо тебе огромное за твое время, за твою энергию. Я безумно тебя люблю. И горжусь и твоим ростом как специалиста, и как женщина. И обожаю тебя как подругу. Спасибо, и это абсолютно взаимно. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Все, мой любимый сделал блины, я мечтаю их съесть. А, они у тебя пахнут, ты чувствуешь это? Нет еще, но я знаю, что они там уже ждут внизу. Спасибо тебе. Все, завершаем. Спасибо. 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 Спасибо.